что ребят всем привет не поверите что делать готовить с вами общаться другого времени у меня больше нету я сегодня впервые в жизни смотрела барагина против бузова не так отрывисто но по крайней мере смотрела смотрел никита моя мама вот и в итоге я многих деталей уже наверно не помню потому что я была в состоянии аффекта можно так сказать то что я увидела там комментарии всякие разные все такое меня конечно просто ошарашила так не слушай никого если честно это очень тяжело сделать никого не слушая когда нервы на пределе когда не только у меня но и у никиты нервный срыв и это реально очень-очень тяжело на самом деле я бы врагу не пожелала кстати такого вот но в жизни бывают разные разные испытания и я просто прихожу до сих пор прихожу к тому что с этим нужно как-то справляться хотя мне всегда очень было сложно настроиться на позитивный лад но я понимаю что это жизни нужно с этим что-то сделать вот и как-то идти дальше сейчас очень очень сложно на самом деле я не хочу высказываться здесь про по поводу никита на семьи я давно сделала свои выводы честный и я максимально стараюсь не обращать внимание на то что происходит вокруг меня по крайней мере с той стороны однозначно вот не существует знаете такое слово не существует вот единственное хочу сказать даже смотрю моя слушай я знаю что мы очень хорошо общается с вашей мамой и мне реально так завидно что они там могут как девчонки пойти там что пошу шукаться встретиться выпить винишко там еще что-то как-то общаться нормально у меня к сожалению такого нет но с моей мамой есть а вот с той стороны нет ну не знаю если знаете мне кажется с этим просто тупо нужно смириться и все и не обращать внимание и вот как переть как танк то есть не вижу не слышу не знаю до свидания своя дорога вот смотрите почему нервный срыв во-первых отношения у нас вот последнее время мы так немножко начали ругаться там 3 дня не общались и вот ночь получается позвоню никита и говорит что я сейчас привезу ребенка я это не поняла ладно привози вот привез ребенка и сказал что все вот мама отказалась мама не хочет больше воспитывать поэтому занимаемся теперь мы конечно ну я не знаю многие люди понимают что это действительно шок это даже для папы шок для самого никиты который ездил к ребенку там раз в два месяца посюшкается с ним и уедет а потому что мама по-другому не давала это было лично при мне когда она ему звонила и говорила что никита приезжай забирай ребенка и езжай погуляй мы ехали с ним в машине она могла ему позвонить через 15-20 минут и сказать нет все ты не приезжаешь ребенка я тебе не отдам ну вот теперь понимаете да вот какое было общение вот это было лично при мне я это прекрасно помню и конечно для никита это был шок и стресс то что дали ребенка что нужно как-то воспитывать что навалилась куча проблем теперь нужно это то пятое десятое вот работа не работает деньги это сложно это действительно очень сложно и многие пишут типа что вода мы у меня там трое четверо детей я как-то же воспитала смотрите вы осознанно делали этот выбор на то чтобы вырастить ребенка и не одного вы уже знали что такое первая беременность и поэтому вы уже понимали что что вас ждет впереди с чем вам нужно будет столкнуться и вы уже морально к этому были готовы понимаете мы не были готовы тем более у меня совершенно нет опыта в материнстве все прекрасно знают что у меня это только ожидает и когда это случается спонтанно ну конечно человеческий мне кажется мозг просто но не в силе принять это за пять минут но я вам даже больше хочу сказать вот если бы там была нормальная баба смотрите ну хорошо не хочет что воспитывать ребенка это как я рассуждаю ты должна понимать что когда ты отнимаешь точнее отдаешь вот так ребенка от своего сердца так сделай ты хотя бы это постепенно хотя бы если ну вот настолько у тебя не терпешка там не воспитывать и потом на пять дней а потом на неделе чтоб ребенок больше к папе привык меня хотя бы узнал меня он видит первый раз тетя незнакомая моя мама так тем более вот конечно это ребенок вообще не понимаешь это за две тети с ним насаются тут поэтому немножко никита он слушает вот но постепенно видимо она не допетрила это сделать хотя мне кажется и ребенку бы так она меньше нанесла травму ну а зачем ей думать о ребенке нужно же думать только о себе конечно вот конечно можно было бы спросить у никиты тянет ли он сейчас это не тянет знаю что он сейчас что мы сейчас живем на проекте на доме 2 что ребенку здесь не место априори потому что в общем доме вот как бухенбалда кстати чтобы запомнили эту тему когда сказал что я выгнала никита в административное здание смотрите нас туда расселила руководство потому что мы чуть друг друга не поубивали в комнате никита об этом говорил нам бородина против бузовой и это было экстренное вообще просто переселение его и ребенка потому что ну не нужно было чтобы это еще раз произошло при ребенке вот поэтому мы сошлись на том что никита переезжает туда я остаюсь здесь больше хочу сказать не там ребенку не место не здесь ему не место потому что я устала ругаться с ребятами которые тусят до там до пяти до шести утра это музыка это танцы это крики вы сами прекрасно понимаете как дети спят и если у меня ребенок встает там в четыре утра потому что мне кто-то там кричит но извините это тоже начинаются руганьки и вот только я вчера надеюсь договорилась с ребятами о том что что после часа у нас должно быть в доме здесь быть тихо соответственно когда ребенок с утра у нас это с 8 30 значит и ребенок здесь тоже ведет себя тихо потому что тоже могу включить громко мультики ему либо дать его на пианино играть самое элементарное вот поэтому как-то выговариваем все что-то делаем вот настя вот знаете что по поводу сговора я конечно не знаю там у вас никита в сговоре нет меня это вообще не колышет честно хочу сказать сейчас секунду вот единственное я мало верю в то что лично я не никита я знаю что никита в своем уме мне плохо верится в то что вот мама два с половиной года не давала папе нормально видится на там гулять и такое тут и в один день приспичило и напомню что она не хочет случайно сложились обстоятельства мне значит рожать скоро тут и резко ребенок стал нужен тут у них тут и депрессии потому что она не работала не развивалась ничего не делала потому что она максимально асоциальный человек вот и как-то мне это все так странно если честно даются я вот не знаю но может как-то по-женски мне как это чуйка есть я не знаю я очень плохо верю в ту депрессию в которой там невозможно вы чуть ли не психушку это лично мое мнение поэтому не знаю знаете вот когда у человека есть депрессия он просит помощи об этом он понимает что плохо он понимает что он урон наносит не только себе но и окружающим вот и логично что человек будет просить о помощи когда человеку это не нужно но я считаю что значит человек тогда не болен вот просто значит так надо было так во вторых я буду настаивать на том чтобы так как мы с никитой семья так как я скажу честно так как я люблю никиту я хочу принять этого ребенка как бы это сложно не было но желание у меня такое есть потому что есть чувство к никите но это все тоже очень сложно нужно как-то с этим морально ну подготовиться не знаю как сказать вот но суть в том что я им сказала что раз мама так решила сделать ни с кем не посовещавшись да вот так вот по-свински я считаю так далее ну почему тогда не подать на опекунство никите пускай полностью забирает опекунство над ребенком пускай она выплачивает алименты я просто знаю что там алименты будет копейки но тут даже дело не в деньгах а дело знаете в таком небольшом наказании когда ну нельзя так маме делать со своим ребенком я считаю вот и в третьих я знаю что никит тоже может оформить документы по поводу то что он папа-одиночка государство будет выплачивать в общем надо будет что-то думать что-то делать в таком роде так вот а мы сейчас привыкнем я говорю я потом на стою на том чтобы никита по оформлялся вот эти бумажули и потом посмотрим как она запоет потому что все равно ребенок то есть ребенок сейчас сейчас на все будет хорошо у нас все наладится и ребенок и ко мне привыкнет а там уже извините поздно так что готовишь я готовлю так кабачки с помидорками с чесноком в общем на самом деле все что найду в холодильник потому что сегодня продуктов мало она не звонила ребенку я спросила у никита никита говорил что вроде не звонила в общем а еще сегодня другая есть новость хорошая новость я ездила в роддом все мы подписали контракт с роддомом все хорошо у меня сейчас это прямо на сердце отлегло потому что я реально очень сильно переживала по поводу того что такие нервы и сейчас немножко успокоительные даже пью но как ты все равно уже на таком весомом сроке уже начинаешь переживать и тут он не отпустило что я все я знаю куда мне ехать если я вдруг начну рожать вот есть куда уже ехать поэтому уже на душе легче стало так прям выросло на глазах на самом деле я реально сама в шоке потому что все помнят как я пришла нос вот сюда готовить не умею ничего не хочу только хочу краситься и больше ничего не делать вот но на самом деле да дом 2 меня очень сильно поменял в жизни суманских меня тоже очень сильно поменяла вот но я так хочу сказать я приобрела как им плюсы и так же и минусы потому что минус есть один я знаю что здесь либо ты либо тебя в принципе на доме 2 и я научилась тому что я себя в обиду не дам однозначно вы сегодня видели это направлено против бузовой вот поэтому я себя и свою семью в обиду не буду давать даже вот такими способами даже пусть я буду материться как сапожник я не знаю пусть я буду драться но себя я в обиду давать никому не дам и на голове своей писать тоже не дам когда будут эфиры ребят эфиров нет дома два нет мы здесь просто живем вот едем на бб моя мама просто максимально золотой человек я клянусь я не перестаю удивляться как вообще вот да вот мама я понимаю что это платить за квартиру потому что его она снимает квартиру в Ставрополе ей платить за квартиру вот буквально через пару дней она бросает всю свою работу потому что я плачу в телефон я говорю что я не знаю что делать с ребенком я вижу эти истерики выпады я вижу что Никита не знает что делать я говорю мам прилетай еще это потасовка наша с ним вот и я поняла что я без мамы никогда мама помогает мне с ней распределили обязанности кто-то готовит кто-то убирает кто-то с ребенком сидит в общем пытаемся как-то все делать вместе так почему Никита не помогает вы это у меня спрашиваете я вот знаете я наверное впервые в жизни вот мне повезло тем что ну вы все знаете что я не особо такие прям люблю все 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 всю свою жизнь там соцсети выставлять и когда это сработало мне на пользу это вот тот самый случай когда мама моя не сидит особо в соцсетях там только по рабочим моментом просто тупо прилетела сразу на поляну причем у нее была возможность поехать на ББ и она у меня спросила Настя на поляну или на ББ куда мне ехать вот ну типа где ребенок я говорю мам на поляну потому что все так все у меня мама сразу поехала туда и вообще без вопросов она говорит ну слава богу хоть не на ББ и все разговор вообще окончен вот когда знаете доказываешь не словом а делом потому что говорить можно много чего осуждали меня тоже очень много но я лично пытаюсь даже с такими психами нервами и пусть даже иногда недовольным лицом но я делаю так Настюш не слушай никого ты большая молодец нет на самом деле я не считаю себя каким-то там большим молодцом или еще что-то моя первоначальная реакция была просто топовая вот но я но я знаю что Никита до сих пор на это обижается и я не знаю как ему объяснить того что ну это реально мне прям как-то в голову настолько дало что я в себя прийти не могла вообще не могла я просто я не то что не принимала ребенка я не понимала что с ним делать вот поэтому это было очень сложно и я уверена что на это влияют еще гормоны моя беременность если бы я была не беременна мне было чуточку легче сразу признаюсь но вот сейчас когда еще такой период что мне вот нужно и к своему готовиться все покупать там больницы сейчас на последнем на последних сроках тоже постоянно каждые две недели вот поэтому мне сейчас немножко ну прям как-то не до этого но я понимаю что я не могу сейчас не присутствовать в той роли который сейчас я есть просто никита на бывшая позвонила в час ночи сказал забирай ребенка я больше не хочу воспитывать все вот но самое главное да я поняла что я никому ничего не должна но я у себя в голове понимала что я никиту я тоже люблю и я должна ему в любом случае сейчас помогать и поддерживать потому что вижу что ему не очень легко все это тоже дается и как-то вместе хоть даже с руганьками ходит со психами и так далее но как-то мы должны держаться вместе пусть даже пока что с большими психами ну вот я надеюсь что никита сейчас в поисках няни вроде даже кого-то нашел потому что я с ребенком не справлюсь мы в строем здесь не справляемся с ребенка потому что там характер дай боже как говорится очень-очень капризно очень я просто не знаю даже как его воспитывать потому что когда у тебя свой ребенок ты можешь в этом поп-опе ударить ты знаешь что это твоя ответственность что это сугубо твой ребенок и и на тебе это воспитание то есть ну это вот твое а когда вот так есть ребенок ты даже но не можешь его поругать эти психи потому что ну типа тебе просто страшно оценит в будущем я делаю от души все так там одна на поляне нет я с мамой не не могу просто выехать даже на бб потому что вот мама ходит сейчас стирает пока мелкого господи на полчаса уложили потому что сегодня это вообще просто трэш был я готовлю кушать конечно ребёнок я так понимаю но я это понимаю о чем вы говорите и так далее ну мужчину своего поддержать должна но я ему также объясняю что и многого ей и не должна по поводу ребенка воспитывать пока рано мне воспитывать потому что ему ребенок могу его воспитать так я хочу допустим воспитать и знаете вот в первый день когда это все произошло когда это все вылилось в сети я не знаю что вообще произошло на меня обозлилось просто полмира и все начали говорить что это я я хреново я плохая что-то осуждаешь короче мать что это что-то в общем я получила кучу дневных комментариев кучу дневных сообщений и так далее я не понимала почему вот но я поняла лишь одно что если я сделаю опрос тупо опрос stories о том что кто-то сталкивался с такой ситуацией конкретизированно и да или нет и поверьте все те кто засирал и говорил как это в общем очень плохие гадости мне говорили ответят что они никогда с этим не сталкивались но просто сидя на диване на жопе ровно как бы продавливая диван переключать пультиком тут и сюды но это да конечно комментировать это очень неудобно и сказать ты нужна ты обязана как это так если ты не примешь значит его никогда не любила позже я честно начиталась за тот период столько всего мне почти за всю жизнь только не читала вот я же говорю о том что да помочь никите я должна потому что ему сейчас тоже поверьте уж очень очень непросто так ребенка да ребенку нужно ехать кручу мы успели точнее не китовского съездить педиатру потому что ребенок кашел вы тоже объясните мне отдала ребенка ребенок кашлял уже ну там получается дома и хорошо ты отдаешь ребенка никите так ты хотя бы таблетки ему положи с собой и скажи никит он кашляет принимать таблетки надо вот ну почао со временем никто не сказал вообще ни о каких таблетках никто ничего не положил я больше вам хочу сказать я офигела когда я увидела что за вещи привез никита детский я не знаю может у меня нет опыта я не разбираюсь в этом но извини пол чемоданчика вещичек колготки все маленькие вещи в основном те которые покупал никита за последние полтора месяца потому что я это ну сама видела игрушки для девочек куклы какие-то вообще ну и самое главное что у ребенка не было даже трусов серьезно вот мы на следующий день поехали купили мелкому чуть-чуть игрушек вещей ну хотя бы хоть как-то потому что ну это жесть честно я такой первый раз увидела а и по поводу больницы ну в общем никита да поехал сразу в больницу прописали там сиропчики мелкому начали поить ребенок хоть кашлять перестал конечно его очень нужно вести я думаю что к невропатологу к детскому потому что конечно для ребенка это стресс отсюда и каприза отсюда все что он тут вытворяет вот я никите об этом тоже говорю что нужно вести нужно показывать ребенка в принципе вообще нужно заниматься потому что я я сравниваю с собой я помню свое детство я знаю что очень сильно занимались я залюбленный ребенок я вам честно хочу сказать меня очень любили бабушки мамы мама точнее папа меня все засюзкали все со мной занимались всегда я читал уже с детства мама вот скажи с какого возраста начала говорить ну вот после года я уже говорила потому что мной занимались вот меня так как опыта нету я предполагаю что если ребенком заниматься то он и говорить быстро научиться и если там клубок к логопеду можно отвезти что-то не так и развивашки всякие сейчас вообще просто мне кажется я не выговаривала да вот и оказывается тоже к логопеду ходила вот и бабушки со мной занимались и книжки мне постоянно читали и как то мне все быстро это было но вот я слышала что у мальчиков развитие более позднее чем у девочек я могу сравнивать только с собой так как у меня было так я как бы до своего ребенка тоже это проецирую думаю что у меня под по-другому быть не может чтобы мой там быстро говорил уже секции не секции и и так далее там подобное так но а бабушки если ты мамы тоже морозится именно из меня общаюсь вот но андрюхи 2 и 5 или 2 и 7 2 и 5 или 2 и 7 2 и 7 вот но я вижу что ребенку прям не хватает развития нужно заниматься им нужно я я просто не знаю тут в оси может какие-то секции отправлять детей или нет но ребенком прям конкретно нужно заниматься он гипер энергичный не знает тем более здесь на поляне не знают куда ему деть свою энергию и мы соответственно не знаем что с этим делать нужно узнавать что делать плюс гиперактивными детьми девочки всегда быстрее говорить начинают ну не знаю я склонна к этому верить но могу также предположить что смотря как ребенком заниматься если ребенком не заниматься вообще так извините у них пять лет может не заговорить неважно девочка или мальчик если за ним нет никак маугли это уже чересчур знает если он хочет в туалет он видит горшок он идет горшку но не всегда пакостит тоже он никита рассказывал как он пакостит ему по ночам вот поэтому ну какие-то элементарные вещи знают я себе начала обуваться он взял снял с меня тапочек и начал впихивать мою ногу в сапог помогать иногда понимает конечно но все равно мультики вот не понимает фиксики есть и знаешь что немножко с развивашкой рассказываю деткам что как куда нет там вообще не понимается вот ну погоди там практически ничего не говорят волк за зайцем бегает ну и все вот это он смотрит так гиперактивных детей нужно правильно их направить вот я тоже понимаю здесь на доме него это невозможно сделать поэтому я могу предположить что ребенка нужно куда-то отдать но он маленький я конечно своего буду в садик с ранних лет на развивашки с ранних лет сейчас в садик тоже проблема фиг попадешь там какие-то очереди в общем все сложные я не знаю сейчас на какой-то такой пост послушайте насчет вещей и кукол вообще отношение к ребенку появился появляется вопрос а там точно нервный срыв или там что-то с головой у кого именно так сколько у тебя недели меня уже тридцать две недели делаете типа манеж пусть там играет с игрушками слушайте вот кстати ребенок я не играю с игрушками он все крушит он крушит все вокруг вот я не знаю там мне кажется вот мальчик если видит машинку начинает там ездить что-то там разговаривать как-то машинка в машинку врезается и я так по логике могу рассуждать андрюха нет он прям проедет машины и потом начинает машина туда это туда потом уже летит пуховик потом коробки потом еще что-то и в общем вы поняли я не знала как с этим справляться честно хочу сказать так мне дочь двух лет фиксика все острина это кажется больше чем я ну вот вышло что с головой не совсем не знаю так это значит был сам по себе предоставлен все время ему не уделяли внимание не учили играть я не знаю честно у меня опыта нет поэтому я интересуюсь с вами что ну вот как так ребенок не играет с игрушками просто их крушит я думаю может из того что вот у него сейчас нервный срыв и дома он скорее всего играл но тоже неизвестно мама чего еще будем готовить кроме вот этих просто и что я мясо вчера оставляла мяса уже нет так а раньше никита не замечал странного поведения ну знаете что вот все равно мужик приехал посюскался и уехал самое смешное что когда он привез к нам мелкого он первый день с ним сюскался там что-то гладил наглажил второй день гладил наглаживаю понял что там за характер сейчас уже все по попке получает так что так все дети в этом возрасте не играют никакие игрушки это же не значит что он какой-то не такой так никто не говорит что он какой-то не такой я говорю просто я не знаю допустим мне кажется что дети все равно вот как-то берут машинку там делает жюх-жюх там врезается в другую машинку ну вот как-то им что-то интересное может лего даже знаете такие огромные что-то вставляют переставляют этот нет ему дай лего он тебе в голову как стрельнет так да мне кажется я уже ничего не боюсь на этом свете так шведская стенка вам нужна ему понравится что такое шведская стенка мы купили крючму палас он там со всякими развивашками я не знаю даже из чего он не знаешь типа как пенопластовый какой-то паласик со всякими развивашками внутри вот их можно высовывать всовывать и вы что думаете там ни одна штучка не всунута в этот палас все разэтовано все раскидано и чтобы туда этот короче палас не пригодился вообще теперь это мусор так малыш всегда теперь с вами будет ну я предполагаю что да все дети индивидуальные да дети все индивидуальные но я считаю что детьми нужно заниматься по-другому никак не занимаешься ребенком значит ребенок будет черти пойми дело что делать вот у меня вот так вот я сужу по себе я сужу я сужу по того как меня воспитывали я сужу потом как мама у меня все это дело тем более у меня есть и племяшки и так далее я как бы все это наблюдала прекрасно что ему приготовить но вот это с чесноком ему нельзя да а может она наверное не будет такой невкусно ему будет если без ну макарон можно сварить я думаю и я не знаю там все позакончилось завтра по-моему такой продукт придут а что мама андрея говорит да ничего не она не говорит не знаю не общается кайфует как говорится баловита у женщины началась так плохая у тебя насти черта ты как будто не взначай но можешь засрать я могу не взначай засрать могу и взначай я не знаю этого сейчас за кого не будешь ревновать никиту от сына его ну нет я не ревну кстати вот к сыну почему ты не нашел потому что я сижу с мамой и со своей и с мелким я готовлю мама убирается и напополам смотрим за мелким заболела если вы чё не заболела никто там ничем не болеет там все нормально я же говорю какую-то няню не какую-то няню мы ищем мы ищем няню которая именно имеет опыт с детками который будет в развитии помогать прям заниматься ребенку развивать его это очень холодная к нему я честно хочу сказать я обыкновенная потому что для меня ну это ребенок которого мне сейчас очень жалко и которому нужно сейчас помогать но я даже заметила вот ну да я за два дня как вам должна вообще любить ребенка и просто не отходить к нему не на шаг ходить попку ему целовать но так не бывает знаете вот я заметила что бывает то что когда ты понимаешь что это не твой ребенок да со стороны ты там сюшкаешься с ним пять минут это понимаешь что ой какой милый ребенок как он классный а когда ты понимаешь что это на всю жизнь как бы то тут немножко другое осознание приходит так а вы с ними живете знаете сами они покупают что я не поняла покупать продукты или нет и какая разница вам смысле вы за что нам привозят продукты просто сейчас они закончились вот и все так конечно впервые увижу ребенка ну мало кто понимает эту ситуацию я уже с этим смирилась поэтому я особо даже таки не обращаю внимание на это все потому что я вот это что это я достала но посмотри на нормальное нет ты умничка все правильно говоришь да ну я не считаю себя умничкой я понимаю что во многом я тоже не права но не знаю я стараюсь это что-то делать хотя бы так думаю тебе стоит за ним смотреть как за своим любить его не надо жалеть смотрите я не знаю таких женщин ну вот честно вот как можно вот так взять и полюбить ребенка которого ты видишь первый раз жизни когда у тебя через месяц будет твой на руках я не знаю таких женщин если вы знаете вы мне прям знаете вот скиньте на них ссылку я обязательно не зайду с ними пообщалась как они так сделали если не дадут еще какой-то грандиозный совет я просто буду максимально благодарна этой женщине а тем более борщ я поел с утра только посмотри тоже по сроке угодности кефир вы маме за квартиру поможете заплатить конечно я помогаю маме да ну тут кто-то ну я просто сказал что прилетела ну все точнее даже знают что это в комнате было что-то настенька хлопот добавится да на самом деле сейчас конечно прям сейчас конечно плюс аймо ай где его мама да я не знаю где его мама на доме 2 находиться слушайте когда ты молодой у тебя нет никаких обязанностей вообще тогда легко в моей ситуации не знаю настя вы его уже полюбили так нет я я бы не сказала что я прям полюбила я просто знаю что я люблю никиту поэтому у меня выбора нет так а вы малышу ну я с никитой ходила никита соответственно покупал ну как бы нормально вы вместе с ним ходили выбирали подкогодки к дитю нормальные купили блин тут вообще десятка к эти ужас ужас так у меня дети с такой разницей это очень сложно вот я же говорю даже если ребенок был спокойный мне было бы легче я даже сама могла за ним присматривать но так как ребенок вообще максимально неспокойный я вообще не могу ничего с ним сделать особенно играть потому что если что-то не по его то он начинает очень сильно психовать я уже приводила этот пример знаете вот когда зашел в магазин ребенок увидел киндер а вот нету денег на этот киндер и он начинает биться ногами в истериках падать круче по полу исполнять дифферамбы и ты понимаешь что ты ничего с ним не можешь взять вот действительно примерно тот же разряд вот я просто пару раз пыталась не поиграться и он пожадничал а он забрал линдену игрушку вот и потом пожадничал ей отдать и я забрала игрушку в итоге то начались психи такие что мне прилетело в живот поэтому я сейчас побаиваюсь конечно немножко с ним играть так чуть-чуть могу но я когда уже вижу такие психи сразу мам иди на помощь знаете никто не войдет мое положение пока не окажется в той же шкуре вот и я вот это поняла на сто процентов будут говорить многое кто-то по существу кто-то нет вот но я поняла одно что не побываешь такой ситуации не поймешь я бы лично никогда в жизни не поняла вот да если тоже так увидела вот я бы тоже такая ну а чё так а я тоже сказал ну смысле что ты не примешь ребенка правильно все не так легко как кажется так покажи что готовишь сейчас ребята выкладывают штучки всякие выкладываю а маленькие может без помидор оставить потому что у тебя что просто нету больше помидоров все начинается когда не могу покажете насти скоро ребеночка заберет мама не не знаю если в голову что-то там шандарахнет ей может и заберет может и нет никто не знает так будьте добрее к мальчику так по-другому никак но я же говорю что я немножко его побаиваюсь плане того что вот эти его психи однажды мне прилетели в живот и у меня соответственно срабатывают инстинкт наверно то что типа меня бьют в живот извините и все значит нельзя у меня сразу конечно не очень хорошее настроение поэтому я никите сразу ты делаешь пока вот я вообще сидя с ним боюсь потому что мое должно родиться здоровенькое так насти я бы на твоем месте не отдавала два один раз и насти выбросила так сушки не знаю так лялька любви не хватает а вы бы хотели чтобы с вами жил всегда или хотите чтобы оквами ушел да я честно я не знаю там уже принимать никите решение и его маме так не все машины принимают как чужих детей как только привяжетесь к мальчику так сразу я не удивлюсь не удивлю а где-то я нашла так короче сейчас покажу что я тут сделала это кабачки это кабачки с чесноком и с помидорками так у нас тоже будет пацан господи я молюсь что он был спокойный потому что я помню круче сашкина черном мелкого и и оси у них такой спокойный мальчик я ни разу не слышала чтобы он плакал я уже просто хожу тут думаю господи хоть бы наш был тоже такой так с мамой очень похоже внешне да все говорят мне рожать мне рожать мне рожать в марте но вот мы все мы сегодня официально поступили в роддом так что если вдруг что я знаю куда мне ехать уже меня ничего не беспокоит мама чего он уснул да надо чтоб чуть-чуть поспал да чтоб потом и вот здесь сода почему мальчика не можешь пока на время забрать его мать суси так что она его дала или вы заколокую мать говорить сейчас ребеночек плачет черной ну просто я помню на поляне максимально спокойно просто я еще ходила умилялась думаю господи да как так повезло то так когда начну дом показывать не знаю ребят сейчас вообще не в курсе я знаю что со следующего месяца я уже ну как я официально уже в этом в декрете следующего месяца уже надо будет выходить на квартиру я не знаю заметили вы или нет что я постоянно ну вдыхаю не хватает мне воздуха сдавливает диафрагму вот это все я очень часто задыхаюсь конечно где вообще проблема номер один моя сама будешь рожать или кс так здесь я пока ничего сказать не могу потому что мы только на 35 на 36 неделе будем все измерять смотреть сразу сказать что маленький еще не перевернулся он сидит на попе вот не знаю завтра еду в поликлинику смотреть и узи мы будем делать и ктг сердечко слушать в общем завтра тоже у меня куча куча дел завтра улетает мама завтра никита один остается с мелким вот я просто уже знаю как он один остается это один и вся поляна за ним сможет так задыхаешься это от нервов уже деду я надеюсь что это не от нервов от беременности потому что животик сейчас растет не подняла по часам и сдавливая диафрагму давливает легкие вот и поэтому я теперь вот постоянно вот так хожу и делаю а ночью так это вообще жесть она его кидать будет потом да фига узнать ребят даже об этом рано говорить потому что еще никто ребенка не забирала будет она там или не будет кидать кого-то это уже вообще ну да я шачу но сначала беременности закладывала давно по сей день я всеми пшикалками уже пользуюсь вот единственное что я пользуюсь детскими пшикалками мне посоветовал мой врач я не знаю будет у меня привыкание или нет я надеюсь что нет так макароны сварить но по-другому никак я прям задыхаюсь я же говорю легкие еще плюс плюс еще и нос но это вообще жесть никита такой растерянный в эфире да конечно если бы вы видели вот такие синяки вчера он даже искупаться не не смог потому что вызвали там по работе надо было отъехать мелкий проснулся все там ну устроил ему короче куськина мать он познал все прелести жизни вот поэтому искупался мне кажется такая очень ну вот так мама ребенка смотрит эфир не знаю знаете что кстати странное что как только дом 2 закрыли только он перестал выходить на канал так ребят сейчас я воду наберу вот короче как только получается перестали показывать дом 2 перестали показывать нашу жизнь так сразу на его отдала никого не ненавиют такие странные мысли меня так чуть-чуть ой знаете что я поняла что я буду хорошей мамой понятно но я буду строгой мамой как не крути я вижу какие-то там симска это там такой мягкий я поняла что я мягкой не буду со мной такие дифферамбы не прокатят так или вот эти макароны сварить вот эти сварю я лучше буду строгой мамой но ребенок у меня такой так я за тебя легких родов не переживай я вам говорю я после этой ситуации мне кажется вообще ни о чем уже не переживаю ни о родах ни о чем более я выбрала хорошую клинику вот там я вообще не не сомневаюсь я прям очень-очень довольна я потом попозже все расскажу где я буду рожать что за клиника ой не буду отвечать по поводу никитонов родителей говорится все сами видите ой бухенбалды это вообще просто я вам так расскажу мини историю у нас тут была потасовка вот когда я сказала что там же не фикция потому что все херня собачья я до сих пор буду говорить если честно вот и она здесь выпила решила со мной пойти на разговор я объяснила почему я так читаю потому что я думаю закрылся и камеры отключились мы сразу по разным берегам вот и когда она говорит ладно я понимаю короче что ты беременная те гормоны беременные святые женщины я же сама бывшая сами поняли да кто вот мне же был ребенок понимаю так поэтому тебя не трога и вот она получается ходила копила всю эту ненависть боль и решила бомбануть на бб так что просто вот такую чухню несла я уже понял что она будет нести вот все что выгодно ей лишь бы обосрать лишь бы как-то меня унизить принизить вот я просто так посидела подумала но уже потом когда после бобы и отошла это вот мне это будет говорить баба которая потеряла ребенка которая потому что бухала и бухает до сих пор мне кажется здесь даже разговора больше не может быть априори просто априори все вот а я знаю что красиво и спасибо да она была беременна на третий месяц потеряла ребенка потому что напила но я уверена что она еще и курил потому что тоже на протяжении всего времени но с алкогольчиком есть проблемчики а и кстати нашел бы бы она тоже была не в трезвом состоянии вот так вот да 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 вот а еще и кстати вот пока меня не было видела там галимова и юлька жукова тоже заступались потому что все видели кисульчики мои девчульчики и вообще не сомневалась на капли у них так вы долго еще будете жить на поляне не знаю ребят мам а чего можно сделать макароны а че еще это кто пьет и курит ну кристина ничего не знаю что я же говорю будет баба меня засирать которая ребенку потерялась то что пила я буду говорить правду меня тот случай когда не трожь говно понять не будет вы знаете чем мне тоже на какой-то момент стала жалко ромашу а у меня да у меня все будет хорошо и есть макароны с сыром блин вот я теперь хочу смотреть сыр на стене с пингвинами любят таблиц кого-то грязью ну и пусть просто видеть я как только правду сказала так сразу к реакция пошла в коллективе мы говорили по одному она бы бы решили на камерку так засадить на сидела у нее это внутри ну ладно вы знаете как говорится бог есть судья так крыло нет не валтер конечно ничего валтер давно нету я не знаю что там да как валтер блин да что за печаль а они не встречались ромашов эфиры закончились ребята расстались был разговор при всех ребятах когда нам сказали остаются пары и сказали что кристина и ромашов если вы не пара вы здесь не остаетесь если вы пара вы остаетесь ребята сказали что они пара на следующий день они разъехались по разным комнатам л логика короче я не знаю что я искала мясо я ничего не нашла так пусть помешал привет своего ребенка ну вот да так круче все время корошки то овощи и все нету больше ничего марина ты милая я не марина так конечно неделя у меня двадцать ой двадцать третья к двадцать третья то галимова чё сидит там смысле галимова чё сидит она с никитой пара вообще-то сосиски слушай может никите сказать чтобы он сосиски купил да либо либо достать вот эти куриные штучки разморозить и как ты тогда сделала первый день когда приехала до разморожены дорогие отношения никите сейчас тяжело да но мы такие люди которые мы так любим друг друга обижать ой-ой-ой привет из есентуков о это уже наш райончик сделай карбонару да у меня нет ничего на карбонару я с удовольствием я кстати очень люблю так сохраню эфире первый раз так долго сижу в эфире но я зато пока готовлю а вы кстати заметили что я хоть что-то делаю в этой жизни полезное на всю скажите свет на ногтях молочный да молочный но он шиммером немножечко то есть так а почему-то марсиага не знаю это я вам ничего не могу сказать спасибо из краснодара приведу так это из кисловодска слушайте все смотрят просто приятно спасибо а мелкие все есть ой с питанием это вообще отдельная тема мама вчера еле-еле затолкала три ложки борща вот но за конфет у меня вчера били так привет из нижнего орел привет и ребят если вы мне перечислять быть перечислять перечислять будете все города я не против будет очень много варикавказ так я не поняла ставрополь здесь есть или нету хочу но вот это тогда тоже чеснок достать да и майонез да так почему с и живут с нами говорила ребят эфир сохраню тогда посмотрите из луганска из казахстана так волос мы поняли что мы любим колбасу мучное мы любим так чё он еще любит вам мучное сырники это вообще мы просто но это никита на уже история этот что один блины надо будет адрес ружья если завтра с утра привезут можно будет длины сделать надо узнать да так состава по москву перебрались нет мама у меня вставу поле его так москву конечно не хочет ну я не фанатка москвы честно хочу сказать мне погода лично больше раз вставок сам даже климат мне больше нравится что тепло приятно уютно в москве серость холод как ты знаю ну вот мы нашли значит у нас здесь бедрышки мы сейчас делаем тоже с чесночком и в соусе там что кто-то написал что беременным чеснок нельзя я просто не удивлена так как часто делаешь ктг вот у меня завтра будет первая ктг мне сказали каждые две недели кстати ты со страховой общаешься и пишет она со Владом сошлась ну я общаюсь я вообще должна была с ней встретиться вот я знаю что она меня кинула не встретилась со мной но она очень-очень переживает за то что я обиделась я не обиделась все нормально вот и она бы с удовольствием встретилась но у меня сейчас столько всего что я даже в кино не могу выехать нет мелкий не будет с чесноком мелком мы будем что-нибудь другое готовить а где его кстати детские сосиски все тогда пюре водоели ну вот макароны можно будет дать блин оладушки ну вот мир по нитке ну и конечно сладкое в каких отношениях с Анитой в нормальных где Никита Никита на ББ так сама рожать или КС не знаю еще мы узнаем это на 35 на 36 неделя так кстати сегодня я забрала сумку с роддома вот для роддома точнее с роддома попозже я уже там поковырялась посмотрела так интересно вот прикольно конечно потом попозже вам расскажу что там и как в общем в этой сумке потому что вещь реально незаменимая мне кажется так молодцы как хорошо ухаживать за ребенком я тоже в положении 28 дней еле дышу мы кстати вот вчера приобрели очиститель воздуха ну вот не знаю мне сказали что он может помогать в плане заложенности носа потому что если честно у меня даже было такое что кровит именно внутри носа из-за того что он видимо там опухает я не знаю что там происходит как избавиться хотя бы от растяжки я не знаю я каждый божий день намазываюсь кокосовым маслом потому что я очень не хочу растяжек я знаю что вот чтобы не не делали всякие процедуры лазер и все такое ничего не помогает против растяжек вот если они есть но уже не на ничего ты с ними не сделаешь они просто немножечко затираются но они все равно есть и их видно поэтому смысла нет этих лазеров и так далее просто вот я считаю сейчас максимально питаю свою кожу понимаю что только на это можно надеяться так вот тоже кто-то не дышит здесь из беременных но этого это ад это реально ад растяжки со временем светлеют и все но они все равно видны вот я даже у мамы спрашивала кремом есть растяжки после меня показалось что там есть а кстати сколько подожди я весила когда я родилась а я сегодня врачу сказала 3 800 4 я родилась вот это ну я помню вот такие были щеки ребят 57 сантиметров ну посмотрим какой у нас будет длина ноги так так я на 3 4 недели у меня уже никаких запахов у меня тоже запахи вообще не чувствую так у меня на 4 нос начал закладывать да у меня тоже на первоначальных стадиях начал закладывать нос но я как-то не прибегала к пшикалкам но потом уже когда я просто задыхалась и ночью просыпалась и не знала что делать вот тогда я уже поняла что надо спрашивать у врача чем капать потому что вот аквамарис и то что на соленой воде мне не помогало на каком месяце началось заложение носа на первоначальных но тогда еще было не так критично и я как-то еще ну пережил нормально мне жилось а сейчас это просто так не говорили чтобы от кисарева из-за маленького веса ну пока мне ничего не говорили почему аккуратнее быть с очистителем там чистить нужно постоянно правильно чтобы они бактерии собирают ну это да да это есть такое днем его включаю а когда кстати лучше включать днем или ночью будешь сама рожать или кисареве не знаю еще ребят скоро узнаю как себя чувствуешь не слушай никого я немножко подуспокоилась на самом деле после всех этих событий комментарии видео и всего всего короче я немножко подуспокоилась так когда пдр в марте в середине марта сколько весело до беременности 50 и мне сегодня сказали что это недостаток был такой что весело 50 это очень мало и недобор в весе нет мы не расписались еще с никитой это колечко это просто колечко которое подарил никита я отправила его в чистку его нужно почистить покупайте уже вещи маленькому нет маленькому еще вещи не покупали я вот тут смотрю в интернетах всякие боксы какие-то детские прикольные там много-много всего чего ложат вот поэтому я думаю может боксами уже лучше взять пока что я в ожидании этого 1 2 3 вот бортиков не бортиков короче этого всего какой сейчас вес 64 мама хорошая у тебя мам тебе привет так сейчас снимать бабы почему не поехал потому что мы с мамой сидим с ребенком готовим кушать стираемся и убираемся так сколько сейчас весишь вот только что ответила 64 удачи тебе спасибо большое боже зашла в прямой эфир я впервые не увидела ни одного говнецкого комментария как так вообще просто на бартер берешь детские товары ну еще пока не брала но если есть предложение конечно я почему бы и нет если бы это предложение это по какой-то там детской одежде я считаю что грех отказываться но кстати вот все равно я слежу за своим аккаунтом я отказываюсь от много рекламы честно вам хочу сказать потому что я не хочу рекламировать говно все все знают что в основном я рекламирую косметику либо что-то там мамское в общем все по своему профилю чем именно я пользуюсь вот но я прям контролирую этот процесс понимаю что если мне дают хотят точнее дать рекламу типа какой-нибудь китайского г вот я от нее сразу буду отказываться потому что меня такая тема не устраивает я не хочу чтобы мне потом писали в комментариях у меня там повысыпала всю в лице и вообще у меня там пол лица осталось и так далее нет такая история у меня не работает вот поэтому все что я буду рекламировать и рекламирую уже я сама все контролирую в этом плане потому что говно я советовать не хочу и также если мне предложат детские вещички какие-то я понимаю я буду понимать что ну извините как бы там либо цена не соответствует этому либо качество какое-то не очень то я тоже это не буду рекламировать у меня так было недавно с клиникой по лицу я немножко там закусилась поэтому пост который они ждали я выставлять не стала так ты будь умница спасибо большое да согласна надо как танк просто переть и все что самый главный вопрос боюсь ли я рожать не знаю мне кажется я после всех этих ситуаций вообще ничего не боюсь Настюшка у тебя рост у меня метр семьдесят четыре на диете никогда не сидела но мне кажется после беременности надо будет ну во-первых потому что будет грудное вскаливание так и если я не буду худеть хотя бы до пятидесяти четырех то ну как бы надо будет на диетке посидеть все будет хорошо спасибо большое умничка очень изменилась да сама в шоке сама себя в шоке честно Мам я сильно изменилась ну меняешься ну раньше хуже было да да с годами все меняемся вот так вот с годами все меняемся ну да Андрей так то с нами живет но мы сейчас с Никитой решаем вопрос по поводу того чтобы он жил меняешься это стало меня слушать и слушать короче решаем вопрос о том что я говорю что ребенку здесь не место в общем нужно как то чтобы все сделал так чтобы всем было хорошо и вот Никита нашел квартиру ему предложил друг сейчас там пожить по крайней мере месяц вот я говорю что хим чистим квартиру то есть мелки мы пока едешь туда Я пока месяц здесь добываю Потому что все равно нужно И мне Все И еще борщик на завтра Вот С мелким туда, няню туда Месяц здесь и потом уже решать Про большую квартиру В общем Чтобы как-то уживались Мама приедет, моя будет помогать с маленьким Няня, Андрей, Никита В общем все, все квартира нужна побольше Так Поэтому Сейчас пока вот У нас такой вариант Потому что сейчас, конечно, вообще не вариант Что вот так вот живем В общем, ребят Я, наверное, так долго с вами засиделась Я, может, завтра еще зайду Или послезавтра Но, в общем, буду почаще заходить Делиться с вами чем-нибудь интересненьким Тем более у меня сейчас много этого интересненького И, в принципе, вообще Мне интересно послушать теперь ваши советы Да-да Вот И сейчас Надо идти доготавливать Маме помогать И, в общем, делать дела Все Спасибо всем большое Кто Кто меня поддерживает И даже кто не поддерживает Все равно Пасибочки Девчоночки Я не знаю Сидят здесь мальчишки или нет В общем, всем спасибо До завтра Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!